Привет, друзья! Сегодня у нас с вами вот такая вот интересная задача, которую решают 90% школьников быстро, но неправильно. Смотрите, у нас дана какая-то такая вот фигура. Тут прямой угол, тут прямой угол, тут прямой угол. Это 3, 3, 4, 5. И нам нужно найти длину вот этой вот длинной стороны X. Можете, кстати, поставить на паузу, сами попробовать решить. Интересно, что у вас получится. И потом просто продолжайте смотреть видео. Я вам покажу сейчас, какую делают ошибку большинство школьников. А потом мы разберем с вами задачу, как ее правильно следовало бы решать. Итак, школьники всегда любят немножечко либо усложнять там, где не надо, либо упрощать, видя то, чего нет на самом деле. Итак, как решают обычно школьники? Они смотрят. Ага, клево! Если мы сейчас соединим вот так вот, у нас с вами получится прямоугольный треугольник, любимый египетский прямоугольный треугольник с сторонами 3, 4, 5. Окей, давайте проведем вот тут вот перпендикуляр. Так как вот это 3, значит, и это 3, значит, у нас получился прямоугольник. И вот эта вот часть, это 5. И нам нужно найти только вот этот вот отрезочек. А это тоже все очень легко получается, потому что тут 3, египетиноза 5, значит, это 4. Ну и, собственно, получается 5 плюс 4, 9. Вот так решает большинство школьников. Примерно 90%. Я думаю, классная, клевая, легкая задача получилась. Сейчас мы ее быстренько решим. Ну, друзья мои, это вообще ни разу неправильный ответ. И давайте сразу скажу почему. Смотрите, рисунок специально нарисован так, чтобы нам казалось, что вот эта и вот эта точка, если их соединить, то вот эта прямая будет параллельно вот этой. Ну, собственно, это уловка, на которую попадаются школьники. То есть на самом деле вот эта штука, это ни разу не прямоугольник. Потому что если вы попытаетесь доказать, что это прямоугольник, у вас ничего не получится. Поэтому предположение о том, что вот эта вот штука, это 5, оно неверно. Давайте это сотрем все. Неправильно. Если, кстати, вы так решили, то не расстраивайтесь, это нормально, 90% так решает. А как же можно решить? Ну, можно провести вот тут вот прямую. Так, и у нас тогда разобьется с вами... Ну, давайте проведем, я просто расскажу. Нам нужно будет найти вот этот вот прямоугольный треугольничек, посчитать вот этот вот прямоугольный треугольничек, посчитать. И еще раз применить теорем пифагора и посчитать катет вот в этом вот прямоугольном треугольничке. Но я тоже так не хочу делать, потому что, мне кажется, есть решение попроще, где мы будем применять всего два раза теорема пифагора. Давайте с вами сделаем дополнительное построение и будем опираться на теорему о том, что если у нас две прямых перпендикулярны третий, то эти прямые параллельны. Итак, раз так, то давайте продолжим вот эту вот прямую. Тут у нас тоже уголочек 90 градусов, и значит, у нас получается вот тут вот два прямых угла. Так, ну и давайте вот тут тоже построим прямую под прямым углом. Окей, построили, и у нас получился с вами прямоугольник. Может, немножечко кривоватенький, но, тем не менее, по теоремам все сходится. В прямоугольнике противоположные стороны, они у нас равны. Параллельные и равны. Про параллельность мы уже проговорили, про равность вот все подписали. А теперь давайте, чтобы было, чтобы нас ничего не смущало, мы вот эти вот прямые просто сотрем. Не нужны они нам. И получим вот такую вот новую фигуру. Так, получили эту новую фигуру, и проведем вот эту вот с вами прямую, которую мы уже проводили, но я ее стер. И что у нас получается? И тут у нас с вами получается всего лишь два прямоугольных треугольника. Один и второй. И, по-моему, два прямоугольных треугольника лучше, чем три. То есть, лучше дважды применить теорему Пифагора, чем трижды. Считать квадрат и извлекать корни. Ну что, давайте сначала посчитаем гипотенузу вот в этом вот прямоугольном треугольнике. Итак, эта сторона у нас получается равна 8, это 4. А значит, теорему Пифагора мы можем записать как? Ну, давайте обозначим вот эту сторону, что ли, через y. Получаем y в квадрате равно 4 в квадрате, это 16, плюс 8 в квадрате, это у нас 64. Значит, у нас y в квадрате равен 80. А значит, y равен корень из 80. Итак, корень из 80. Ну и все супер, применяем теорему Пифагора теперь вот к этому верхнему прямоугольному треугольнику. Пишем x в квадрате равен корень из 80 в квадрате, это гипотенуза, минус квадрат другого катета, то есть минус 3 в квадрате, это 9. Получаем 80 минус 9, это 71. Ну, это x в квадрате, а значит, чтобы найти x, нам нужно извлечь корень. Получается, что x равен корень из 71, друзья. И это правильный ответ, то есть x равен корень из 71. И, как видите, это не равно 9, потому что корень из 71, это примерно 8,43. То есть немножечко все-таки меньше 9. Ну, как я уже говорил, из-за иллюзии, что нам кажется, что там получаются прямоугольники. Ну, в общем, я думаю, вы поняли, да, в чем подвох этой задачи. И теперь с удовольствием поставите лайк, напишите в комментариях, ошиблись вы или нет. Там же под видео есть ссылочка на мой телеграмм. Подписывайтесь, и пока, друзья, до новых интересных задач.